Всем добрый вечер, меня зовут Михаил Павлов, и сегодня я хочу разобрать такую статью, которая называется Unified Countless Exploration and Pristic Motivation. Я буду разбирать сегодня только одну статью, она вышла в этом году, где-то в начале лета, и в основном она про то, как эффективно делать исследование среды в reinforcement learning с помощью подсчета числа состояний. И, соответственно, чем эта статья примечательна, она вызвала такой ажиотаж небольшой среди тех людей, которые занимаются в reinforcement learning, тем, что с помощью такого механизма исследования среды, который предложили авторы, удалось достичь очень хороших показателей в батареи играх, в которых была такая очень сложная среда, которая представляла собой лабиринты. И, в частности, была одна такая игра, которая называлась Montezuma or Revenge. Эта игра представляла собой лабиринт, где нужно было человечку ходить по разным комнатам, собирать предметы, делать какие-то неочевидные сложные последовательности действий. И стандартный алгоритм DQN, который был раньше предложен DeepMind, в этой игре набиралось всегда очень малое количество очков. Там 0 очков, по-моему, было. А с таким подходом авторам удалось, соответственно, добиться очень хороших результатов. И они сказали, что это дало самые лучшие результаты, которые были до этого репортированы, конкретно для этой игры. Соответственно, доклад будет построен из четырех частей. То есть, по сути дела, эти части представляют собой разделы статьи. Статья достаточно объемная, поэтому я постарался оттуда выделить только основные, самые важные моменты и разобрать их. Ну, соответственно, первая часть – исследование среды с помощью подсчета числа состояний. Вот, мотивация. То есть, если мы рассматриваем атарии и икры, то у нас это достаточно сложная среда, где огромное количество состояний. Вот. И авторы думали, как же эффективно нам делать исследование этой среды. Вот. И они как бы сначала вернулись и взяли аналогию из каких-то простых сред, в которых есть какое-то там не очень большое число состояний. Вот. И для этих сред уже существуют эффективные методы исследования, которые, ну, их еще называют, как бы, их соотносят с принципом оптимизмом при неопределенности. То есть, это такие методы exploration, которые, как бы, пытаются делать такие действия из состояний… Сейчас, извините. То есть, это такие методы exploration, которые при выборе того, какое действие сделать в конкретном состоянии, они используют, как бы, подсчет того, сколько раз мы делали это действие в этом состоянии. Соответственно, чем меньше раз, как бы, мы посещали, делали какое-то действие из состояния, тем нам лучше сделать это действие, чтобы получить как бы большую определенность. То есть, мы фактически, ну, нашу функцию полезности для действия из состояния делаем обратно пропорциональной тому, сколько раз мы выполняли это действие из состояния. И обучение происходит таким способом, например, в табличном кулёнинге мы просто к награде, вот один из примеров, добавляем вот такой вот множитель. А можешь сказать, что такое ПС-крышкой? ПС-крышкой? Да. А, ну, ПС-крышка — это политика. А это политика? Ну, это как бы... Это не совсем политика. Ну, это не политика. ПС-крышка — это... Это что, условное распределение умножить на политику? Или как? Это распределение будущих состояний в условии нахождения в состоянии Х и действий А. И умножить на политику, на вероятность, видимо, у меня действия А. Да, это вероятность перехода из состояния Х. Состояние Х' при выборе действия А. Вот. То есть мы берём, как бы, такое множительное. Вот. А это самое... ПС-крышка, как этот член объяснить? Почему же именно на корень из вот этой штуки разделить? На корень? Да. Ну, вот... На самом деле, как бы, это один из подходов. Вот. То есть... Нет, какая мотивация-то за этим есть какая-то? Ну, нет. Есть, например, ещё один подход, где делят не на корень... На третью степень? На алгоритм. А... Не, на алгоритм. Делят просто на... 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 Наalin Детчук. То есть, когда мы совершаем действие из состояния А, прибавлять какую-то величину, которая, ну, обратно пропорционально тому, сколько раз мы уже действия А делали в этом состоянии. То есть... Есть, например, ещё один подход и в этой же самой статье там делят не на корень, не на... Ну, то есть, бывают разные подходы, но, наверное, можно какую-то аналогию с законом больших чисел. Я, на самом деле, если вы себя замечали, то если какое-то действие подчиняется максимально, это большой объект, то можно больше выбирать не видно, если на пустыне стоит. А делая кореи, дает больше шансов, большие значения тоже послужится. Ну да, и вот, на самом деле, я потом еще в конце покажу результаты. Они не совсем к этому слайду относятся, но, да, там как раз приведены примеры, когда мы используем корень из n и единица на n, например, корень лучше себя вел. И как раз там объяснение примерно такое, как вы сказали. То есть, фактически, даже вместо корня можно логарифм использовать? Можно вообще будем очень слабо пенализировать сейчас? Мы уже насыщающиеся функции. Да, да. Логарифм не освещается вообще. Ну не, имеется в виду. Он очень медленно растет. Не очень медленно, но медленно. И, соответственно, как бы вот такой подход, как бы авторы, они как мотивацию приводили, что нужно бы придумать что-то похожее, но для тех ситуаций, когда у нас огромное количество состояний. То есть, например, в Atari играх, да, у нас состояние – это экраны. То есть, если мы пытаемся построить политику, которая предсказывает действия по пикселям, ну, из церкви пикселей, то у нас там в игре очень, ну, огромное просто количество состояний, и такую логику, ну, как бы, применять нельзя. То есть, вот такой подсчет, он там, ну, фактически для каждого… То есть, во время игры у нас там каждое состояние будет встречаться, не знаю, там, очень малое количество раз. Практически не будет встречаться. Поэтому нужно суметь сделать какое-то обобщение вот этой вот величины. И, соответственно, авторы стали, ну, задумываться, и в статье они как раз предложили, как можно придумать обобщение вот этой вот величины, то есть, количество вот этих вот пар состояния действия для, там, огромного, может быть, даже бесконечно большого количества состояний в среде. Вот, и, как бы, сейчас я вот расскажу, какую величину они ввели, но для этого мне нужно будет ввести предварительное определение, то есть, вот я сейчас на полутора слайдах введу определение, чтобы ввести определение псевдо-каунтов, псевдо-подсчета, которые ввели авторы. Соответственно, кси большим мы будем обозначать какой-то алфавит, то есть, это может быть бинарный алфавит, либо там все grayscale изображения, ну, в нашем случае, в Atari, алфавит – это там все возможные grayscale изображения, например. Вот, x1 подчеркивание n – это у нас последовательность из n символов из этого алфавита x. Вот. Кси, точнее. Кси со звездочкой – это набор конечных последовательностей, вот таких вот, из xn, x1, xn. Ну, то есть, они могут быть даже разной длины. И вот, как бы, первое такое, самое важное определение, которое очень активно используется в статье – это sequential density model, я не знаю, как это правильно по-русски, последовательная модель. Последовательная модель была точно. Ну, я… можно ее называть sequential density model? Да, конечно. Ну, просто, чтобы, как бы, было соответствие со статьей. Вот. Соответственно, авторы вводят такое понятие sequential density model, и, соответственно, что это такое? Это у нас мэппинг из значений из вот этого сета кси со звездочкой в распределение вероятностей над нашим алфавитом кси. Вот. То есть, ну, так у нас записывается. То есть, rho от n от x равняется вот такой величине. Если мы можем записать вероятность x всей последовательности, то такой мэппинг можно понимать как условную вероятность. То есть, например, там в играх в Atari это вероятность увидеть там какой-то следующий кадр при условии, что мы видели n кадров каких-то до этого. Вот. Соответственно, если мы также можем записать вероятность для всей последовательности, и она у нас для любых последовательностей больше нуля, то мы можем тогда, ну, по chain rule записать вот эту вот условную вероятность через отношения двух таких вероятностей. И вот такая модель, то есть, для которой, соответственно, все вероятности для последовательности больше нуля, вот, она называется universal sequential density model. Вот. Ну и там, как один из самых простых примеров sequential density model, можно привести эмпирическое распределение, будем его обозначать в mu, и, в частности, там, вероятность увидеть x при том, что мы имели последовательность x1, xn, равна просто количеству x, которые есть в последовательности x1, xn. То есть, деленное на, ну, то есть, просто, как бы, эмпирическое такое чистота. Чистота. Чистота, да. Чистота. Вот. Соответственно, следующее определение, которое нам понадобится, это так называемое recording probability. Вот. И, соответственно, что это такое, это мы будем обозначать ρ'n, это вероятность увидеть x, если мы пронаблюдали x1, xn и, как бы, x еще. Ну, то есть, мы, вот это вот обозначение x1, xn, x, это у нас обозначает компетенацию. То есть, если у нас, то есть, это, как бы, вероятность увидеть x после того, как мы пронаблюдали x. Вот. И, соответственно, имея вот эти вот определения, которые я только что сказал, авторы вводят две таких функции новые. Одна из них называется PseudoCountFunction, а вторая называется PseudoCountTotal. И они их определяют следующим образом. Мы говорим, что у нас наша sequential density model, она должна быть равна отношению PseudoCount к PseudoCountTotal, а, соответственно, Recording Probability для этой Sequential Density Model, она должна быть равна отношению PseudoCount в total плюс один, PseudoCount в плюс один, PseudoCount в total плюс один. И отсюда мы можем выразить, соответственно, вот такую величину PseudoCount, которую авторы как раз и используют, которую они как бы используют, как аналог подсчета числа состояний в табличном. В табличном. Что такое табличное? Ну, табличное – это значит, что у нас конечное число состояний, и нам не нужно использовать там аппроксимацию функции полезности, например. Ну, нам не нужно использовать какую-то функцию для аппроксимации U-значений или V-значений. То есть мы можем просто делать, ну, сразу же для каждого состояния считать эти значения. Вот. И, соответственно, вот эту вот величину как бы авторы дальше рассматривали в PseudoCount. А тут еще стоит отметить одну особенность, то, что вот это вот все будет работать только тогда, когда у нас вот эта величина положительная. То есть rho'n от x минус rho'n x положительная. То есть это значит, что при наблюдении x у нас как бы увеличивается вероятность увидеть x. И вот такие sequential density модели, их называют learning positive. Вот. Авторы приводят такое определение. И, соответственно, как бы вот это все будет работать, если у нас наша sequential density модуль для среды, она learning positive. Вот. Соответственно, ну, вот здесь вот пример простой я взял из статьи. Как можно посчитать эти PseudoCount для простого случая. Ну, тут, конечно, много текста. Ну, я, наверное, проговорю все равно, чтобы было понятно. То есть у нас есть, ну, у нас есть какой-то компьютер, не знаю, человек какой-то, вот. И он каждое утро прибывает на станцию и наблюдает, соответственно, три фактора на этой станции. То есть это погода солнечная либо дождливая, это время дня, рано или поздно. И это, соответственно, сколько людей на станции, много либо мало. Вот. И, допустим, он делает десять наблюдений, вот, из которых одно наблюдение – это то, что у нас солнечная погода, в позднее время и на станции тихо. И девять наблюдений, соответственно, вот такие. То есть дождливая погода, рано и на станции много людей. Вот. И дальше, например, мы хотим получить вот этот PseudoCount для какого-то нового состояния. Причем вот это новое состояние мы его как бы не наблюдали даже. Вот. Мы его не наблюдали. И если бы, например, мы для него считали эмпирические count, то оно было бы равно нулю. Вот. Ну, потому что мы его не наблюдали. Вот. Если бы мы, соответственно, как составляем нашу Sequential Density Model, мы каждый из этих факторов X1, X2, X3, мы их как бы рассматриваем независимо. И наш Sequential Density Model для X мы считаем как произведение эмпирических каунтов. Вот. И, ну, тогда здесь даже вот это новое состояние для него, как бы, ρ от n от x будет не равно нулю, но оно будет достаточно маленьким. Вот. Но если же мы вот по предыдущей формуле, вот по этой формуле посчитаем для него PseudoCount, вот, то мы увидим, что у нас вот для этого нового состояния наш PseudoCount будет равен 0,4 примерно. То есть, ну, как бы, что это, к примеру, иллюстрирует? То, что у нас вот эта вот величина PseudoCount, она, как бы, умеет обобщаться. То есть, мы считаем этот PseudoCount для того состояния, которое они наблюдали, но оно как-то было похоже, например, вот на те состояния, которые мы наблюдали. Вот. И оно, соответственно, обобщилось, ну, таким образом, что присвоило достаточно большой вес. Ну, то есть, не совсем маленький, если бы мы просто, там, эмпирически нашу вот эту ρ n умножили на общее количество наблюдений. Там бы получилось, ну, от сотых где-то. Вот. А тут получилось 0,4. Вот. И, соответственно, ну, вот так будет. К примеру, почему это кажется полезным. То есть, это как бы лучше обобщается. Вот. Такая величина. Так. Понятно, да, с этим? Ну, это игрушечный пример. Ну, просто сейчас, как бы, ну, Atari тоже игрушечный. Но сейчас на Atari играх можно больше. Ну, это может поздно. Какой-то пример. Единственное, что, если поздно приходить, да, там, то игру не будут видеть, потому что связано с ключностью, потому что, ну, время суток, что, видимо, робот выездил, да, уже много не было рано, был занят, был в визе, а позже, позже, как на станции, было приятно, да? А может, и вообще электричество там в это время нет, поезда? Ну, это никак не касается, наверное, начальность, наверное. Это могло бы быть штуку. Ну, да. А зачем это оценивать, если это, в принципе, штука не будет? Не, ну, это... Поменять отношение к последовательности он в состоянии. Ну, то есть, это просто, ну, как бы... Это если игрушечный иллюстративный пример, то надо штуку считать. Да, как это для того. Ну, да, но и все равно, мне кажется, что в какой-то степени, вот как бы, то, что у нас солнечно и поздно, вот у нас в X1 было тоже солнечно и поздно, а мы его всего один раз пронаблюдали, вот, и у нас, например, там было вот здесь тихо, а здесь шумно, поэтому, ну, не знаю, грубо, может быть, мы там берем как бы один от этого, и, там, грубо, там, делим их пола и получаем 0,5. Ну, то есть, это как бы, ну, в какой-то степени, чтобы какое-то обобщение было. То есть, это пример того, что, в принципе, есть от этой величины какое-то обобщение для каунтов, вот, ну, для подсчета. Ну, сейчас вот я еще приведу один пример, он такой, точнее, не пример, а один результат из статьи, он, как бы, достаточно такой теоретический, мне кажется, вот. Ну, авторы утверждают, что это... Опс, опс, поехала. Да. Да, так, у меня, похоже, хотя ПДФ было, но почему-то поехали, странно. Ну, ладно, вот. Авторы связывают, то есть, они сказали, что одно из основных результатов этой статьи, это то, что они связали вот этот подсчет с внутренней мотивацией, про которую рассказывал Максим. Вот. Но они как бы связали, ну, у них там про это один абзац только, вот, не очень большой, вот. И он такой очень, как-то, теоретический, вот. А что они, соответственно, делают? Они вводят как бы два таких понятия, то есть, они говорят, что внутренняя мотивация у нас очень связана с таким понятием, которое называется Information Gain. Как мы определяем Information Gain? Information Gain определяется следующим образом. У нас вот есть наше, допустим, Sequential Density Model XI, которая на самом деле равна какой-то усреднению моделей, Sequential Density моделей Rho с какими-то весами W. И, соответственно, Information Gain – это изменение вот этих вот весов после того, как мы пронаблюдали X по сравнению с тем, какие у нас были эти веса до того, как мы не пронаблюдали X. И, как бы, вот это вот изменение его измеряют с помощью KL-дивергенции. Вот. И вот эту величину, соответственно, называют Information Gain для X. Ну, то есть, как бы, как много информации мы получили после того, как мы пронаблюдали X. Вот. Также авторы вводят еще одно понятие, которое называется Prediction Gain. Prediction Gain – они определяют отношение логарифмов Recording Probability для X к просто значению Sequential Density Modules для X. Вот. И формулируют теорему, что Information Gain у нас меньше либо равно Prediction Gain, и меньше либо равно единица, деленная на n для псевдо-ккаунтов. То есть, если наш агент действует таким образом, что он максимизирует Information Gain и Prediction Gain, то он, как бы, максимизирует нижнюю границу вот этой вот величины обратно пропорционально псевдо-ккаунтов. То есть, они вот таким образом связали псевдо-ккаунты и Information Gain и Prediction Gain, ну, соответственно, Interesting Motivation. Вот. Ну, это такой, как они назвали, основной теоретический результат в этой статье. Следующее – это уже непосредственно результаты. Вот. Соответственно, что было сделано? То есть, авторы просто взяли и к награде… Ну, во-первых, в качестве Sequential Density модели они использовали не эмпирические аккаунты, они использовали для каждого пикселя в картинке свою Sequential Density модель, потом все их перемножали, то есть факторизовали ее по всем пикселям. То есть, сколько пикселей там тысяч, это самое, а у них что получается? Ну, 60… Ну, они же сжимают картинку. То есть, они же там… Сжимают… В батареи очень низкое разрешение. А, да. Там, во-первых, низкое разрешение, во-вторых, они, по-моему, берут 64 на 64. Ну, хорошо. Это довольно-то много все равно. То есть, правильно я понимаю, что у них X принимает 64 на 64. 64 в квадрате значения. Ну, 4 0 0 6… Ну, уже 2000. Нет. Ну, спрашиваю. Вот. Ну, да. И они, как бы, для каждого пикселя используют такую Sequential Density модель, я не знаю, вы в курсе или нет, которая называется Context 3 Switching. Вот. То есть, есть такая модель, Context 3 Switching, и они, как бы, даже не просто Context 3 Switching, а… Как цифра 3 или дерево? Что? Как дерево. Как дерево, дерево, дерево. Окей. Да. Секундочку. Вот эта вот игра, о которой сейчас идет речь. Правильно я понимаю, что сейчас фактически вот то, что DeepMind делал, здесь про это сейчас речь не идет? Идем. Да. То есть, здесь тоже используется аппроксимация функции Q с помощью нейросетей. Да. Правильно я понимаю, что это отличие от DeepMind в том, вот в этом дополнительном, в этой добавке, которая… Один на корень Z. Да, но это тоже DeepMind делают, да. Ну, то есть, да. А, понятно. Хорошо. Отличие в этом. Нет, я просто, ну, как бы, почему вот сейчас такое внимание решил выделить тому, какую Sequential Density модель использовали для игр Atari. Потому что, ну, на самом деле, когда я разбирался с этой статьей, я больше всего времени потратил на то, чтобы понять, что же за модель, вот эту Sequential Density модель для кадров Atari использовали авторы. Потому что они писали очень, как-то, очень общими словами про это, вот. И было, как бы, не совсем понятно. Но, когда я разбирался, у меня там получилась целую новую презентацию. У меня в бэкапе, если что, есть там еще примерно 10 слайдов, то, как они строили Sequential Density модель для кадров. Вот. И если там кто-то тоже читал, разбирался с этим и хочет обсудить, то я буду рад там пообщаться. И понять вообще, правильно ли я пробовал или нет, как они это делали. Вот. И, ну, как бы, в общем, как-то они сформулировали эту вот Sequential Density модель для того, чтобы считать все, псевдо-каунты n от x. И дальше они просто для награды, которую мы получаем в состоянии x при совершении действия a, они добавляли вот это вот величину, которую, ну, соответственно, рассчитывали. Вот этот псевдо-каунт. И для стабильности они там прибавляли еще маленькую константу. Вот. Соответственно, с коэффициентом 0,05. Вот. И DQN ее вообще обучают с Experience Replay, ну, то есть, как бы, все переходы из одного состояния в другое. Соответственно, состояние действия награда в следующее состояние. Вот эти вот переходы, их кладут, как бы, в Replay Memory, так называемую. Ну, вы, наверное, в курсе. Вот, если разбирались. Нет? А. Ну, в общем, из-за того, что у нас, когда мы играем в игры Atari, то у нас, как бы, состояния очень сильно скоррегулированы друг с другом. Вот. И модель, как бы, если мы будем онлайн обучаться, да, то есть, получая какие-то переходы обучаться онлайн, то у нас модель, как бы, постоянно будет подстраиваться под какие-то локальные вещи, которые происходят сейчас на экране. Поэтому авторы просто все переходы складывают в память, а потом рандомно их сэмплят, эти переходы, то есть, состояние, награда, действие, следующее состояние. То есть, делают сэмплинг этих переходов и обучаются, как бы, на истории. Так вот, и они написали даже, что вот эту вот добавку к награде они считали только один раз, то есть, когда они положили вот этот переход в память. Вот. И не пересчитывали ее каждый раз. И даже с этим у них получались хорошие результаты. Вот. Соответственно, как TD ошибку они использовали, ну, стандартную TD ошибку, которая используется в DQN. Вот. Что такое TD? Time difference. Вот. Вот. Ну, этот, как бы. Да мы просто видим DataQ. А. Ну, окей. DeltaQ. Ну, да. По сути дела это TD. Ну, да. DeltaQ. То есть, они использовали вот эту DeltaQ, которую используют в DQN. Ну, плюс они еще использовали Monte Carlo sampling до конца эпизода. И, соответственно, ну, как ошибку брали разницу вот этой, как бы, награды. То есть, тут нет у нас, ну, то есть, тут, как бы, уравнение Пеллмана вообще никак получается не задействовано. То есть, мы сэмплим награды до конца эпизода и вычитаем, соответственно, у значения, там, в текущем состоянии текущего действия. С каким-то вот коэффициентом, там, 0,1 у них получился больше лет. Сказали, что, как бы, привело к более лучшим результатам. То есть, они делали такую смесь, как бы, там, пулеминга с одним шагом, вот, и Monte Carlo sampling. А QW это копия тщетки Q, да? Да, QW, ну, да, там просто, если вдаваться, как бы, во все подробности, то... Ну, это надо будет, наверное, делать. Ну, да. Мю смешивание, это, по сути, сэмплинг с левой и правой части. Это смешивание. Это смешивание. Это смешивание. А, это. А, это? Это, типа, берем там, ну, в 0,9 случаях с левой, а в 0,1 случаях там... Нет, нет, у нас есть состояние какое-то. Мы из состояния сделали переход в новое состояние. Взяли, как бы, награду плюс значение value функции в новом состоянии и вычли значение Q функции в текущем состоянии. А потом из этого состояния мы еще до конца эпизода прошлись, посчитали суммарную награду и из этой суммарной награды мы вычли значение Q функции в этом состоянии. И так смешивали. То есть они обучались, они как бы проходили весь эпизод. Вот. И вот это вот вставляли, ну, там, в replay memory как бы сохраняли. И вот на этом обучались. То есть они не... То есть вот эти два члена мы всегда присутствовали. Они не с каким-то вероятностью не выбирали. То есть они всегда присутствовали. То есть это скалярное просто сложение. Ну да, просто сложение. Вот. И, соответственно, вот они выбрали там некоторые примеры игр, которые достаточно сложные для exploration. То есть те игры, в которых нужно сделать много каких-то там последовательных действий, чтобы получить награду. Вот в частности вот эту вот Montezuma Revenge. Там самая такая игра печально известная, можно сказать. Которая нигде не сходилась. Ну и вот еще какие-то другие. Я знаю, что такие. Это за счет этой добавки стало сходиться? Да. И за счет этой добавки у них стало... Ну то есть, по сути дела, как бы там идея-то достаточно простая. То есть они просто прибавили в награде вот эту штуку. Вот. И с такой простой добавкой у них там получилось действительно... Ну я сейчас покажу пример вот конкретно на этой игре. То есть вот если посмотреть, как бы все предыдущие алгоритмы DQN. Вот потом у них еще там была такая штука. Ну, в общем, optimistic initialization. Ну, я в детали не буду выдаваться, но они там небольшую отрицательную награду всегда прибавляли. Вот. Каждый шаг. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что как бы мы видим, что у нас на очень многих играх, ну вот, на сложных играх у нас либо гораздо лучший результат получается, ну либо примерно такой же. Ну вот в частности очень многих всегда интересовала вот эта вот игра, потому что там ни один агент не мог на ней обучиться до этого. И вот даже видно, что здесь все нули. Вот. И вот как авторы сделали такие картинки. То есть это у нас нет вот этого exploration бонуса обратно пропорционального количества псевдокаунтов. И, например, агент там играет 50 миллионов кадров, и он, исследуя среду стандартными методами, а стандартные методы это просто Epsilon в виде политика, когда мы с вероятностью Epsilon собираем случайное действие, он видит только два экрана, то есть за 50 миллионов кадров. А когда агент обучается с помощью вот этой добавки, то видно, что он значительно исследует вот этот лабиринт. Вот. И, соответственно, ну как бы на очках это тоже значительно сказывается. Вот. Это результаты для кулионинга. Потом авторы попробовали также применить эти результаты для актер-критика алгоритма. Они брали асинхронную версию актер-критикам, я уж не буду поддаваться в подробности. Вот. Но вот смысл в чем? Это как бы вот у нас по оси X идет количество тренинг-фреймов, а по оси Y это нормализованные скоры. Вот. То есть они скоры для каждой игры, там 50 миллионов игр и 30. Вот. Привели вот там к определенному диапазону, нормализовали, и, соответственно, смотрели, как у нас себя ведет актер-критик стандартным из exploration бонуса. Черная линия – это медиана. А, соответственно, вот такие медианы по играм, а вот такие как-то Shaded area – это у нас 25-75% по играм. Вот. А зеленая – это актер-критик с exploration бонусом. Вот. Ну, медианы идут примерно одинаково, но видно, что, например, там 75% делали там гораздо выше. Вот. А потом, ну, вот эта вот картинка, ой, в общем, сейчас ее тоже попытаюсь объяснить. Они попробовали разные добавки применить, разные exploration бонусы. То есть, в частности, вот стандартный, там корень из n, потом пробовали просто единицы на n, потом пробовали этот prediction gain, который разница логарифма на реформинг probability – sequential density model. Вот. И, соответственно, вот эти вот картинки – это после разного количества тренировочных игр, какие у нас по оси X у нас нормализованные очки для всех игр от нуля до единицы, а по оси Y – это, соответственно, какой процент игр у нас выше вот этих нормализованных очков. Ну, то есть, чем… А очки нормализованы как бы между алгоритмами. То есть, это такой… Как это интер-алгоритм скоро они назвали? Ну, в общем, смысл здесь в том, что чем выше линия, тем лучше. То есть, значит, тем больше у нас… Для всех игр агенты набирают очков. Ну, и видно, что, в принципе, вот эта вот поправка едится на корень из n, там, prediction gain, вот если мы возьмем 200 миллионов, например, то у нас они ведут себя достаточно хорошо. То есть, видно, что хуже всего ведет себя вот эта вот личная единица на n, то, что она как бы слишком резкая, слишком грубая. Вот, то есть, как бы… Когда n большие, она там слишком маленькая, когда n маленькая – она слишком большая. Вот, поэтому, наверное, едут себя плохо, а едутся на корень из n, prediction gain, едут себя лучше. Вот. А, ну, в принципе, это все. Вот здесь ссылки. Ну, на самом деле, вот весь доклад был по вот этой ссылке, по первой, потому что выше. А вот у меня еще нишек здесь очень много всего. Вот. Ну, это по едим трем ссылкам. То есть, я разбирался просто, как они сформулировали вот эту вот sequential density model для кадров. Вообще, конечно, хочется понять, понимаете, ну, вот этот штраф, который… Фактически, ну, штраф или добавка, она просто дает дополнительные очки, чтобы мы там больше лазили. Ну, уберили, как бы. Но ведь на самом деле можно эту штуку в другом виде в каком-то сделать. В третью степень поставить, что-нибудь еще. И вопрос в том, ну, как бы, кажется, что интересно, кроме всего прочего, такая более теоретическая вещь – это понятие, какой-то регулярный теоретический способ, как такие вообще добавки регулировать. Ну, да, почему она в таком виде она должна быть? Еще что-то. Вот какие-то такие вопросы. Ну, вот я так понимаю, что, судя по этим графикам, то, как бы, можно, в принципе, и prediction gain использовать. То есть, это разница логарифмов. Ну, то есть, ну, это да, наверное, открытый вопрос. Я не знаю, не просто добавить какую-нибудь там штуку, которая будет расти, если вы там много лазите. Ну, вот так есть. Просто они в разных формах. Ну, хорошо, а почему нельзя, не знаю, взять там, не знаю, или синус от этого, квадрат-синус или еще что-то. То есть, у чего именно вот это? Ну, может быть, часть ответа откроется еще вот в этом? Ну, то, что они вот, как бы, доказали… Ну, это просто, ну, хорошо, ладно. Ну, нет, вообще… На самом деле, нужно было просто объяснить, какие требования к этой функции, как бы они продолжали скататься. Понятно, что все-таки гонится, потому что мы будем тренировать себя с этим. Таким требованием должно быть, а потом добрать те функции, которые будут дать требования. А что значит требования? Это же не аксиома, понимаете, да? Должна быть некая оптимизационная задача, что мы хотим что-то добиться. Для оптимизационной задачи есть алгоритм reinforcement learning, который как-то, пусть жадным образом, пошагово позволяет этой цели добиться. И дальше там откуда-то из каких-то общих принципов возникает некий дополнительный штраф. Наверное… Наверное… Ну, хорошо, понятно. Ну, в общем, да. Мы как бы они сами там написали, что просто… Эта статья была как proof of concept, что… Что такая добавка возможна. Да, что такая добавка возможна. Они написали, что там огромное поле для исследования reinforcement learning, как там еще по-другому правильнее можно делать exploration. Ну, вообще, это там одна из таких задач, насколько я понял, exploration в reinforcement learning очень сложная, и там можно еще много чего придумать. То есть, ну, тут вот кажется… То есть, ну, да, когда как бы детали из статьи достанешь, то да, кажется, что вроде так примитивно добавили вот эту штуку и сразу получили результат. Ну, это понятно. Вот, ну… Можно спросить? А там даже в том случае, там где вы выходили с картинкой по первой игре… Вот это? Да. А там даже когда эпсилон там другая единица там встает, то есть, даже равен бог не могла, да, на картинке другая? Ну, да, но у них же стандартно обучается… То есть, у них как бы стандартно без… Ну, тут куренник у них… Стандартно он обучается таким образом, что в начале эпсилон равна единице. То есть, она бывает там постепенно до… там 0,5, по-моему… Вайзлайн у них предвзятый. А? Вайзлайн, скорее всего, довольно предвзятый. Тут просто еще… Вот эта игра, она крайне сложная для… Здесь по множеству решений ограничено тем, что эти виртуальные эмуляторы, они не поддерживают реплей. Ну, то есть, не реплей, вот как в прошлом я написал, как метод обучения, а шаг назад в прошлое. В частности, есть целый класс алгоритмов, которые… в том числе исследуют… УТС, например. УТС требует просто того, чтобы можно было назад по графу состояния ходить. А здесь такая возможность семья, поэтому они рассматривают как минимум класс уже ограниченный. Ну, согласен. Но тут, на самом деле, я недавно смотрел интерфейс Али, и там, на самом деле, можно сохраняться в Али. То есть, ты можешь, например, сохраниться в каком-то состоянии, сделать там… А Али – это… Играуты? Нет, это официальный фреймворк для обучения игр на бетоне. А, я понял. То есть, в принципе, в Али можно реализовать вот эти вот… Ну, поиск, например. Ну, вот если бы они взяли… Устраживали с помощью… Вот этот, который доказан оптимальностью интернеринжного баунда, то я бы, конечно, хотел посмотреть, как бы он справился. По-моему, что он активно имеет эксплуатацию, записанную тоже в коэффициенте. А здесь я не знаю. Ну, то есть, не лежащего бьют, но… Можно сказать, сравниваются со своей же прошлой работой, по сути. То есть, они сделали улучшение относительно прошлого варианта, но в каком-то глобальном контексте это не очень понятно. Ну, нет, они же сделали это улучшение. Ну, как я понимаю, да? Например, не все среды поддерживают, там, вот эти вот… там, сохранения какие-то… Роллауты, возвраты. А здесь, как бы, мы вводим такую поправку, да? И мы, там, ну, в самой, как бы… В самом простом варианте среды уже получаем значительное улучшение. То есть, ну, здесь, как бы, логика такая, что… Ну, это более универсальное такое решение. То есть, они сравнивают, как бы, одно универсальное решение с другим универсальным решением. Зачем им сравнивать, как бы, универсальное решение с… Ну, там, с каким-то решением, которое предполагает, там, определенные интерфейсы для среды, что там можно сохраняться, как-то смотреть, возвращаться. То есть… Потому что оно вполне может быть лучше. Но оно ограничивает скоб задач, который ты можешь решать. Понимаешь? Ну, почему же? Если они… Ну, ты же не можешь… Мы тогда добавили движение назад. Смотри, при управлении автомобилем роботизированным ты не можешь сохраниться и откатиться назад, перед тем, как ты столкнулся со столбом. Здесь то же самое. Ты должен сравнивать в одних и тех же классах задачи. Они не делают этого. Они делают миллион, катят машины, врезаются миллион раз, а потом учатся на маленьких кусках своей истории вырованной. Да. Так что это не совсем то, что ты описал тоже. Согласен. И, опять же, реплей происходит. Просто это такой программный хак, что вот мы не можем запрограммировать движение назад интерфейса, мы можем прогнать его просто много раз и налезать кусочки. Если ты будешь еще бэктрек делать, то, возможно, у тебя задача станет экспериментально сложной, еще сильнее. В смысле, даже вот ее аппроксимация, которая ты хочешь, чтобы она была вычислима, она станет еще сложнее, потому что ты будешь бэктрек делать. Я просто хочу, чтобы мы все об этом помнили. Здесь бэйзлайны довольно органичные, я бы сказал. Хорошо, господа. Давайте приговорим докладчика. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...